МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Они мечтали о суверенитете Азербайджана задолго до провозглашения независимости страны в 1991 году. Они долго боролись за оправдание репрессивных писателей в период советской власти. Кто они? Как складывалась их судьба? Речь идет о секретной организации, созданной студентами в Баку в 1942 году Илдырым, что в переводе означает «молния». В то время во многих крупных городах Советского Союза появились десятки подобных молодежных организаций и кружков. Это было социальное явление. Члены организации Илдырыма вели секретную борьбу с тогдашним режимом, хотели видеть Азербайджан независимой республикой. Они боролись за оправдание свободу писателей, арестованных в 1937-1938 годах, заклейменных как враги народа и отправленных на расстрел в Сибирь. За то, что они пытались поднять азербайджанский язык до уровня государственного. В состав организации входило 8 молодых студентов. Востоковед Исмихан Рагимов, инженер Гаджи Зейналов, Муса Абдулаев, Кемал Алиев, Азер Алискеров, Айден Вахидов, Кемиль Рзаев, Гульхусейн Абдулаев. Несмотря на строгость режима, эти молодые люди за короткое время смогли организовать антисоветскую организацию ИЛДРМ и активно участвовали в собраниях, осуждали национальную политику советского правительства. По словам историка Азада Алиева, этих патриотически настроенных молодых людей особенно волновали и тревожили законы, которые стояли на пути народа. Они были уверены, что эти препятствия загоняют в рамки таланты молодого поколения. Кто были эти люди? Может быть, они были чистые ленинцы, они хотели исправить то общество, в котором они жили. Они были против лицемерия, лжи. Потому что в газетах читали одно, а общественно видели другое. В 1943 году была создана группа ИЛДРМ. Почему ИЛДРМ? Может, по имени Алмаз ИЛДРМа поэту в избране. Может, ИЛДРМ – это освещающая темноту. Они все были студентами, аспирантами. И вот эти молодые люди задавались вопросом, почему центр имеет предвзятое, если не сказать, вражебное отношение к Азербайджану. Почему в Азербайджане трижды менялся, скажем, алфавит трижды менялся. С арабской графики, на которой была написана тысячелетняя история азербайджанского народа и культуры, на латиницу, с латиницы на кириллице. Почему национальный язык вытесняется из госообщейщины? Как говорит Азат Алиев, несмотря на то, что эти молодые люди были воспитанниками комсомола, интересно, что именно в среде этой молодежи довоенного и военного времени, уже полностью сформированного советским воспитанием, советской литературой, советской политической пропагандой, возникало инакомыслие, которое было позже ошельмовано органами безопасности, как антисоветское движение. Их воспитала советская власть, они учились на советской литературе, советский образ жизни вели. Но у этой молодежи, которая вот не знала прошлого, у них начались возникать сомнения. Потому что какие сомнения? Они искали вопросы на ответы. Почему реальная действительность противоречит советской идеологии? Какая была их цель, этих молодых людей? Их было восемь. Но цель была очень элементарная. Поднять национальное самосознание и создать основу национальной идентификации. Члены организации решили написать письмо выдающемуся советскому поэту Самеду Вургону с просьбой поддержать их. Исмихан Рагимов написал это письмо под диктовку Гюльфа Сейна Абдулаева. Он надеялся, что письмо, написанное безотрывным почерком, если и будет изъято, то строчку не узнают. Он ошибся. В 1945 году под предлогом проверки письменных работ всем студентам было дано задание написать изложение. Почерк Исмихана узнали. Вскоре арестовали его, затем Гюльфа Сейна Абдулаева и других. Исмихану Рагимову, Гюльф Гюсейну, Гюсейну Улу, Гаджи Зейналову был внесен смертный приговор – расстрел. Позже его заменили на 25 лет строгого режима. Остальным грозило до 10 лет тюрьмы. В их числе был известный гематолог Муса Абдулаев. Он также боролся за независимость Азербайджана и защищал азербайджанских интеллектуалов, подвергшихся репрессиям. Муса Абдулаев был первым азербайджанским ученым-специалистом в бывшем СССР, изучившим научные основы технологий и применения кровоостанавливающего средства – тромбина. Гематолог первым обнаружил высокую скорость фембринолиза у больных гемофилией. Он родился 27 ноября 1927 года в селе Гызулагадж Масалинского района. Его сын Октай Абдулаев поделился с нами своими воспоминаниями об отце. Отец очень мало рассказывал о своей жизни в изгнании. Лишь иногда, когда он собирался с друзьями. Мама рассказывала, что мой отец пережил очень тяжелые дни в годы ссылки. Семь лет он проработал врачом в колонии, спасал жизни заключенных. Однажды он даже спас одного надзирателя, который был тяжело отравлен. Октай Абдулаев говорит, что несмотря на то, что годы ссылки в сердце его отца оставили неизлищимые раны, он никогда не жалел о своем прошлом. Для меня отец был в первую очередь патриотом. Он был человеком, который пострадал за страну. Он также сыграл большую роль в том, чтобы я стал врачом и был моим первым учителем в этой сфере. Я учился у него и узнал от него многое. И сегодня я обязан только ему своими знаниями. Руфулла Абдулаев, вспоминая своего учителя, говорит, что, как и все члены молнии, его учитель был самым настоящим патриотом. Профессор Муса Абдулаев был моим первым учителем. Отрадно, что я работал клиническим координатором именно на его кафедре. Там я многому научился. Он был очень харизматичным человеком. У него был свой характер. Пытался не только обучать студентов, но и готовить научные кадры. Мы многому у него научились. После смерти Иосифа Сталина, как и другие, Муса Абдулаев решением судебной коллегии по уголовным делам Верховного Суда СССР от 22 июля 1955 года уголовное дело было прекращено. И в 1956 году он был оправдан. В мае 1955 года все члены молнии вернулись домой. Субтитры создавал DimaTorzok